Два дня голосований, два дня митингов. Со второй попытки грузинский парламент все же голосует за законопроект о так называемых иноагентах, чем выводит тысячи протестующих на улице Тбилиси. Основная претензия к властям это документ, который депутаты пытаются протянуть в грузинскую конституцию. По оценкам экспертов это фактически аналог закона, принятого в России, согласно которому все общественные организации, которые получают финансирование из-за рубежа, получают статус агентов иностранного влияния, что в свою очередь чревато штрафами и тюремными заключениями. Они сейчас говорят о компромиссном варианте, то есть вы не волнуйтесь, а-ля там мы только провисовали первое чтение, сейчас мы отправим эти законопроекты в Венецианскую комиссию, значит пускай они посмотрят, дадут свой вердикт, а мы далее уже изнесем какие-то изменения. Однако грузинскому обществу идея такого контроля не понравилась в принципе. Заявить об этом к зданию парламента пришли тысячи граждан. Но диалога не получилось. В ответ на массовые акции правительство Грузии на улицы вывело сотни силовиков. Резиновые пули, милицейские дубинки и бронзбойты с ледяной водой. Все то, что украинцы прочувствовали еще в 2014-м на Майдане, на себе смогли ощутить и грузинские протестующие. Решающим аргументом стал слезоточивый газ, которым правоохранители буквально запомнили площадь с людьми. Митингующих удалось оттеснить в соседние улочки и полностью перекрыть площадь перед парламентом. Всего за первый день протестов по сообщению МВС Грузии было задержано 66 человек. На такие действия силовиков тут же отреагировала и президент Грузии Соломой Зурабешвили, которая сейчас с рабочей поездкой находится в США. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не даст права забрать это будущее. Этот закон надо упразднить любой формой. Его не следует отправлять в Венецианскую комиссию. Она прекрасно знает, что это за закон. Я с самого начала говорила, что наложу вето на этот документ и я это сделаю. Однако радикально это не способно изменить ситуацию, утверждают аналитики. В России президентский запрет, согласно грузинскому законодательству, можно обойти. И вопрос тут лишь в том, как далеко способны зайти сторонники этого документа. У нее есть право конституционное наложить вето, и она говорит, что она это сделает, поскольку она с народом. Но она уже при этом прекрасно знает, что в парламенте хватает на сегодняшний день голосов для того, чтобы это вето отменить. Когда у них произошла политическая реформа, они в значительной мере переформатировали распределение полномочий. И больше полномочий, конечно, у премьера и непосредственно у парламента. Понимают это и мировые политики. Поэтому ряд стран уже высказал свои опасения грузинскими событиями. Находясь на пути интеграции в Евросоюз и НАТО, подобными законопроектами Грузия существенно отдаляет эти перспективы, нарушая как минимум два из 12 пунктов условий получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Мы хотим, чтобы не было никаких сомнений относительно высказанного нами опасения. Опасения, которые высказал Евросоюз и ООН, а также ряд государств. И что самое важное, грузинское правительство должно прислушаться к озабоченности гражданского общества внутри собственной страны, к собственным гражданам. Одним из тех, кто озабоченности не высказывает, да и к мнению своих граждан не привык прислушиваться, стал, естественно, Кремль. Параллель между российским законом об эноагентах с грузинским документом, а главное идентичная риторика, что все это лишь для открытости финансирования, а не для наложения санкций, ясно показывает, к чему это приведет и кто за этим стоит. Ряд событий, вот этот скандальный закон, история, которая разворачивается вокруг Михаила Саакашвили, это истории, в которых очень явственно торчат уши россиян, если можно так сказать. И видно, что какая-то коммуникация кулуарного характера между российским и грузинским руководством происходит. Понимают это и протестующие, продемонстрировав это лозунгом, известным после украинского Майдана уже во всем мире. Несмотря на отсутствие открытой пророссийской риторики среди грузинских депутатов, симпатии к РФ отдельных политиков просто очевидны. Так же, как и очевиден проевропейский настрой большинства грузин. Законопроект об иноагентах стал, по мнению экспертов, лишь катализатором. На улицы повыходили все несогласные с попыткой России влиять на жизнь в Грузии. Будь то посредством законопроектов, экономических соглашений, коррумпирований чиновников или прочих действий. И главная задача на сегодняшний день для многих протестантов стала не отмена законопроекта, а снижение российского влияния в принципе. Там уже, по-моему, протесты переросли в совершенно другое. Лозунги, которые звучат там на площади, они не про вот этот закон об иностранных агентах, они про то, что пытаются сделать Россию из этой страны. Основной нарратив, скажем так, народа в том, что это Россия, и вот это все делает Россия, не Грузия, а Россия, что это не выбор грузинов, а выбор России, что это Россия выпускает полицейских разгонять людей, что это Россия пытается провести эти законы, чтобы закрыть демократию в Грузии, и чтобы помешать Грузии грузинскому и европейскому выбору. Имея за плечами опыт революции РОС, военного вторжения России, аннексии пятой части страны россиянами, современное грузинское общество просто не воспринимает историй о старшем брате, русском мире или защите русскоговорящих. Ночной разгон не стал финальной точкой. На следующий день грузины вновь вышли на демонстрации и обещают делать это впредь. Видя украинский опыт, они понимают, что легко не будет, но все же видят, к чему им стремиться. Так Грузия стала второй страной после Молдовы, население которой с начала полномасштабной войны в Украине четко показало, они уходят от российского влияния, возвращают аннексированные России территории и пойдут собственным путем развития.